А до Минских улиц добрались художники из бразильских фавел. Белорусская столица принимает стрит-арт-фестиваль в улице Бразил. Масштаб легализации уличного граффити и расходы на краску оценила Юлия Лоськова. Умело вписать в городское пространство свою художественную идею не так просто. Для белорусских и бразильских художников огромными холстами выступили промышленные предприятия города. Именно их в рамках стрит-арт-фестивалей превратили в огромные произведения искусства. Архитектуру для художественных шедевров выбирали долго и тщательно. Четыре одобренных Минго-рисполкомом здания включили в себя и стену бразильского посольства в Минске. Это уже некая традиция. Художники из Бразилии уже оставили свой след на госпредставительствах в России и Японии в качестве национального отличия. Для бразильской стороны этот фестиваль – первый масштабный проект вливания латиноамериканской культуры по улице Белорусской столицы. Бразильский стрит-арт – это продукт экспорта для нас, как футболисты, кофе, сахар и самолеты. Я думаю, что есть много похожих черт между бразильским народом и белорусским, но также много и различий. И мы хотим именно в форме стрит-арта познакомить людей с частью нашей национальной культуры. Запросы художников для своих масштабных работ оказались нескромными. Около тысячи аэрозольных баллонов и полтонны фасадной краски уже превратили в монументальную живопись. При этом организаторы полностью опустошили столичные граффити-шопы и официального поставщика краски. Бразильско-белорусские тандемы оживляют городские стены на контрасте цветов и сюжетов. Каждая сторона иллюстрирует свой национальный колорит. В Бразилии все рождается из народа, и поэтому искусство, как и футбол, самостоятельное и спонтанное рождение улиц. Самый большой город в Латинской Америке – это Сан-Паулу. Он, конечно, вес заполнен рисунками. Люди рисуют свою жизнь, то, что они думают и чем живут. Мой стиль – это яркие цвета, а работа – фантастические взаимоотношения двух художников – Фриды и Ван Гога. Благодаря легализации уличного граффити невзрачные фасады столицы оживились яркими работами со смыслом. Открыть в себе художественного критика и дать оценку экзотическому искусству сейчас может каждый прохожий. Юлия Лосикова и Андрей Градобоев, агентство теленовостей.